Областный конкурс сиротного ученцев и работников установ профессийно-технической и средней специальной адукации «Спаджина» все лета был накированный не только на патриотичное выхование молодей, а и популяризацию родной белорусской культуры и ее традиций. Конкурсанты выполнили доследшие працы, просвеченные региональным особливостям, национальные вышивки, одениями, филогичных обеарегов, рушников и других знаковых для белорусского народа речев. А так само на працовке представлены праздекоративно-прикладную творчость. Выставу саморобных лялек, женочных упрыгоживаниях, предметов соломы и лазы. Есть известная фраза, что мир открытая книга. И отрадно, что наши ребята эту книгу не просто листают, а изучают глубоко и содержательно. И те традиции, ту культуру, которая была раньше у нас, они привносят наш современный мир, используют в современном быту, и что они действительно помнят о том, что без прошлого нет будущего. Вызначить переможцев членам журы было довольно непросто. Все лето на конкурс поступило каля 250 работ 49 установ адукации Гомельской области. Они ураживали глубиной своего доследчего аспекта. Обранная тема разглядалась и выучалась у разрезе пылного района, города, везки и навод семьи. На ученец Гомельского державного профессийного лицея чугуночного транспорта Роман Бродников, например, узнагородженный дипломом первой ступени у номинации «От прадеда успокон веков» за досягнение у Ковальской справе. Семейное это кузнечное дело. Дедушка меня этим занимался, отец немного научил так, для себя как хобби. Далее получается заготовку подкову. Я ее обработал, сделал отверстие, чтобы подать на использование. Работа сложная, да, но как бы сила в руках должна быть. Вывучение самобытной белорусской культуры, як оказалось, для сучасной молоди тема актуальна и займальна. У своих доследших працах конкурсанты навод пропоновали особистый пункт гляджения на контвыкорастания особных культурно-историчных крыниц у процессе адукации сучасной молоди. У целом, пытанию формирования у подрастающего поколения поважливого и биражливого ставления до своей истории, культуры, национальных каштовностей у нашей краине надается особливая увага. И областный конкурс «Спадщина» так само относится звеном у ланцужку этой важной работы с молодью. Изыскательская работа позволяет сегодня детям увлечься историей своего родного края, историей своего в целом государства, историей своей семьи. Это формирует чисто человеческое качество. И, конечно, вот то, что мы сегодня очень часто слышим, белорус, он характеризуется толерантностью, уважительным отношением к людям, с сопереживанием, готовностью оказать всестороннюю помощь. Это и есть результат той работы, которая проводилась ранее, будет проводиться в дальнейшем, проводится сейчас с молодежью нашей страны. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадо, компания «Гомель».